Всем привет! Красивая, уже даже немного жаркая весенняя суббота, которая принесла нам очередную порцию свежих и местами даже забавных новостей интернета. Если вы готовы, тогда отложим свои смартфоны в сторону и прогуляемся по всемирной паутине. Это рубрика в сети. Начнём! Помните историю про пухленького кота, которого не пустили на борт самолёта из-за лишнего веса? После этой истории он прославился на весь интернет. Да что там на интернет? На весь мир, как символ борьбы за права домашних животных. Так вот, к чему всё это? Этот селебрити-кот Виктор со своим хозяином-блогером Михаилом Галлиным прибыл в Казань на пару дней. И как вы думаете, где он уже засветился? Правильно, в инстаграме у президента. Пожелал все республики вместе с Рустамом Меньхановым доброго утра и уже отведал настоящий татарский каймак. Я надеюсь, ему диетический каймак дали, а то в следующий раз уже не то что в самолёт, в машину не сядет. В интернете бурно обсуждается Зоя Кукушкина, девушка из Заинского детдома, жизнь которой очень круто поменялась в лучшую сторону. Я вижу, что ты кайфуешь, когда видишь себя на сцене. Это правда так? Да. Ты бы хотела стать моделью? Я просто и так уже модель. Действительно, как можно стать тем, кем ты уже являешься? Она уже модель. Пожелаем ей удачи. Пусть у каждого ребёнка сбудется мечта. Ну а мы всем интернетом обязательно поддержим. 21 век. Век, когда многие делают свои покупки в интернете. А ещё больше людей продают свои какие-то вещи в интернете. Так вот, вторую неделю в сети висит объявление о продаже носка. Внимание! Владимира Путина, который, по словам продавца, он забыл в отеле, когда ночевал там. Вот тебе и на носки уже продают. Сейчас уже многие, наверное, начали искать в сети это объявление, чтобы узнать цену. Сразу избавлю вас от мучений. Стоит он 100 тысяч рублей. Думаю, если купить носок за такую сумму, это будет единственный носок, который никогда не потеряется. Так, у нас там ничего от Путина нет. Там, может быть, зубная щётка. Или полотенце, может, забыл. Нет? А сейчас всех слабонервных людей попрошу отойти от телеэкранов. Потому что сейчас коэффициент мимимишности будет зашкаливать. В Казанском цирке у тигрицы родились милые тигрята. Четыре прекрасных малыша. Магда. Хотели бы себе такого тигрёнка? А сейчас даже традиционная рубрика в сети с президентом. Во-первых, Рустам Мениханов поздравил всех дам с прекрасным международным женским днём. Байрамля, сезоня, хайдер лохотн куздару вас. С праздником вас, дорогие наши женщины. А дальше у нас, видимо, была афиша серьёзного боксёрского боя Рустама Мениханова и Роя Джонса-младшего. Ну, в комментариях пользователи уже всё определили, что наш президент выиграет. Потому что один из подписчиков подметил, что кулак у Рустама Мениханова мощнее. Так что и победа уже в кармане. Но, друзья, боя не будет, это всё шутки. Шутки. Но кулак у него реально мощнее. А сейчас топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте курсы валют, которые на этой неделе, видимо, испугались и подпрыгнули очень сильно. Вторую строчку занимает 8 марта. Видимо, до сих пор поздравляют. Ну, молодцы. И замыкает топ-премьера фильма «Отель Белград». И напоследок вам видео из Таиланда, где неожиданным образом началась массовая драка. Нет-нет, не людей, а обезьян. Выглядит как сцена из какого-то фильма. Это, наверное, тот самый случай, когда реально банан не поделили. На этом сегодня всё. Пишите, присылайте свои фото, смешные видеоролики или интересные новости. Короче говоря, будьте в сети. Пока!